Платишь за коммуналку? Заплати и банку. В размере 15 рублей. Акбарсбанк в двустороннем порядке ввел новый пункт. Допсоглашение уже подписано. Что будет делать единый расчетный центр и как решиться этот вопрос? На улице гололед в больнице очередь. Такой гололед лучше не выходить. Без необходимости. Сколько людей обратилось в травмпункт? Промышленная безопасность. Я не говорю, что это абсолютно достаточно. Делается очень много. Что становится причиной аварии на предприятиях по версии Ростехнадзора? Никакого интернета и телефона. Когда можно будет записаться к врачу, не приходя в больницу? Пытаясь спасти мужа, попалась сама. Женщину пыталась дать взятку полицейскому. Одногородных, да очень редких. Какие пистолеты и ружья есть на руках нижнекамцев. Лучшая витаминка в России. Вот вы говорите вместе, слоник и зайчик. Что ты ему скажешь? За что нижнекамский детский сад удостоился такого звания? Урожай медалей. Наши каратисты снова отличились в престижном турнире. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Сотрудники надзорного ведомства пошли по магазинам прицениваться. Городская прокуратура заинтересовалась резким ростом цен на продукты. В связи с этим сегодня в Нижнекамске начали проверять торговые сети, магазины и рынки. Айгуль Яблонская продолжит тему. Дорожать продукты начали еще до Нового года. А после праздника цены и вовсе резко подскочили вверх. Причем практически на все основные продукты питания. Очень заметно. Даже очень много, намного заметно. Для нас, пенсионеры, очень мало получаем все продукты. Мясо, мука, сахар, крупы, фрукты, овощи. Стоимость продуктов в магазинах и на рынках начала меняться чуть ли не каждый день. Сотрудники отдела торговли ежедневно следят за ценниками. Выявляют динамику повышения. Выводы неутешительные. К примеру, колбаса, которая стоила 185 рублей за килограмм, стала стоить почти 300 рублей. Возросла цена и на сливочное масло до 300 рублей за килограмм. Стоимость яблок местами достигает 80 рублей. Практически все позиции дорожают, но очень реально сильно подорожали это крупы. Дорожает на сегодняшний день у нас мясо. Макаронные изделия, рис дорожает. А сахар в два раза люди говорят подорожает. Ну, на сегодняшний день цена на сахар посмотреть. Вот последний мониторинг, если взять, то сахар у нас практически идет где-то порядка 54 рублей за килограмм. Средняя цена по городу. А была у Кутерской? Порядка была до 30-36 рублей. С просьбой избавить цены в отдел торговли каждый день звонят разъяренные нижнекамцы. Вот только у них полномочий на это нет. Но резким скачком цен уже заинтересовалась прокуратура. Сегодня сотрудники надзорных органов начали свою ценовую проверку. Давайте сразу, чтобы по артикулу, чтобы вам легче было. Может, у вас их несколько, да, яблок, например, в ассортименте. Берем только одну позицию. Сотрудники отдела торговли, прокуратуры, распотребнадзоры и госалкогольные инспекции внимательно вглядываются в каждый ценник и записывают стоимость товара. Дальше проверят, по какой цене товар приходит от поставщика. И если наценка кажется больше 30%, магазин накажут. Эта внеплановая и неожиданная проверка мера крайне необходимая. По мнению специалистов, внезапное повышение цен не обосновано и ни с чем не связано. И некоторые оптовые продавцы торговой сети могут умышленно вступить в ценовой сговор. Сегодня специальная комиссия провела проверку сразу в двух торговых центрах. В Эстине на Гагарине и во Фрешмаркете. Результаты этой проверки будут известны лишь завтра. Кстати, такие проверки ожидают практически все магазины города. Айгулли Блоско, Евгений Лозаев, новости НТР. Фигурное катание без коньков. Некоторые пешеходные дорожки Нижнекамска покрыты слоем льда. Наши телезрители рассказали, что такая ситуация на Тихой аллее Мира возле городского парка. Практически возле всех остановок общественного транспорта. Пешеходы боятся, что если подскользнуться там, то упадут на проезжую часть и попадут под машину. Ходить невозможно. Вообще везде дороги такие. Там вообще на всех переходах. Летим как эти птички на крылышко. Вот, пожалуйста, очень скользко, товарищи скользят. На переходе скользко. И случаи падения уже есть. Ежедневно в травмпункт обращается по 50-60 человек. В основном с переломами рук, ног, предплечья и лодыжек. Рекорд подставлен в воскресенье. 64 упавших. Много среди получивших травмы пожилые люди. Потому врачи советуют быть внимательными и выбирать правильную обувь. Осторожная ходьба. И пожилым такой, такой, говорю, лучше не выходить. Молодец. Без необходимости. Нижнекамцы стали переплачивать за услуги ЖКХ. Акбарсбанк начал взимать комиссию при оплате счетов в размере 15 рублей. Наш корреспондент сегодня выяснил, с чем это связано и изменится ли ситуация. Сюда пришла, потому что здесь нет очередей. Все спокойно, все хорошо. И комиссии тоже нет, конечно. Я сюда хожу, постоянно стараюсь, чтобы здесь нам не платить за комиссию. Через несколько минут откроются кассы и все желающие смогут осуществить платежи за коммунальные услуги. При этом в кассах единого расчетного центра комиссия не взымается. А вот оплачивать коммунальные платежи в последнее время стало невыгодно в филиалах Акбарсбанка. Дело в том, что, говорят наши телезрители, сейчас при оплате услуг ЖКХ необходимо оплатить комиссию в размере 15 рублей. За разъяснениями мы обратились в единый расчетный центр. Как оказалось, Акбарсбанк в одностороннем порядке включил в новый договор пункт оплаты комиссии при оплате услуг ЖКХ. Минимальный размер 15 рублей. Хотя сумма и небольшая, но для пенсионеров существенная, говорят в ЕРЦ. Поэтому было принято решение обратиться к руководству Акбарсбанка с предложением отменить эту комиссию. Результат уже есть. С сегодняшнего дня при оплате услуг ЖКХ комиссия в банках составит 0%. Допсоглашение уже подписано, а вопрос вот этих 8 дней, которые у нас выпали, он будет решаться руководством Акбарсбанка. То есть, возможно, эту комиссию вернут, возможно, ее зачислят в счет квартплаты. Мы надеемся, что вопрос будет решен в пользу населения. В целом, существует множество бесплатных способов оплаты услуг ЖКХ. Это онлайн-ресурсы, банкоматы, кассы единого расчетного центра, банки. При любом варианте комиссия составит 0%. А вот на почте за каждую квитанцию придется заплатить 10 рублей. Асуематова Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Горожане жалуются на то, что записаться к врачу по телефону, контактного центра или через интернет невозможно. Как объяснили нам специалисты, временные неудобства сложились из-за переезда. Если раньше контактный центр располагался в первой поликлинике на Менделеева 4Б, то теперь он будет базироваться на Ахтубинской 13А. Сейчас специалисты занимаются настройкой оборудования. Все технические вопросы должны быть решены уже сегодня, до конца дня. А уже завтра нижнекамцы смогут свободно записаться на прием к врачу по телефону или воспользоваться интернетом. Кстати, телефон контактного центра останется прежним 40 0003. Естественно, первые дни сейчас будет аврал. Нужно будет немножечко терпения, потому что пока у нас два оператора только принимают звонки. Как только рабочие места донастроятся все, то мы за счет студентов медицинского колледжа доукомплектуем до 8 рабочих мест. И тогда уже дозвониться будет намного проще. Изношенное оборудование и неправильный капремонт – это только несколько причин, из-за которых происходят аварии на предприятиях. Ростехнадзор продвел итоги работы за 2014 год. Совещание с участием предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли Чувашии, Мариэл и Татарстана решили провести в Нижнекамске. На нем побывала и Евгения Корбакова. Эти съемки были сделаны 3 марта прошлого года. Тогда загорелась одна из установок завода бензина в ТАИФНК. Это породило слухи самого разного рода. Испугались и те, кто был в городе, и работники предприятий промзоны. Ну мы сами видели, эстакады же есть, металлические вот они какие-то. Вот они горели, все. Ну страшно было уж, слов нет. Конечно страшно. Хлопопок, наверное. Пожар площадью 15 квадратных метров тушили 87 пожарных и 27 единиц спецтехники. Сумма ущерба составила 550 миллионов рублей. Комиссия Приволжского управления Ростехнадзора после завершения расследования сделала вывод. Причиной возгорания стало грубое несоблюдение требований промышленной безопасности практически на всех этапах. Начиная от ремонтных работ до эксплуатации. Всего на предприятиях, которые контролируют Приволжское управление Ростехнадзора, в прошлом году произошло 12 аварий. Погибших не было. Цифра небольшая, учитывая, что предприятий много. Однако, есть над чем работать. Какие недочеты выявили специалисты Ростехнадзора и как их исправлять обсуждали на совещании, на которое пригласили представители предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Татарстана Чуваши и Мариэлл. Наш город выбран не случайно. Несмотря на инцидент на ТАИФНК, в целом промышленная безопасность в Нижнекамске поставлена на хорошем уровне. То, что делается и группой компаний ТАИФ, и Татнефтью с точки зрения модернизации производства, обновления, внедрения новых технологий, соответственно, обновления оборудования, снижения рисков возникновения аварий, делается, конечно, много. Я не говорю, что это абсолютно достаточно, но делается очень много. Хватает и проблем. Изношенность оборудования, неправильное выполнение капитального ремонта, нарушение требований техники безопасности. Предприятиями еще раз напомнили, предписание Ростехнадзора лучше исполнять. В таком случае не придется платить крупные штрафы и, главное, удастся избежать аварий. Евгения Крубакова, Ренат Харасов, Новости НТР. Полицейскому, оформляя административное правонарушение, пришлось заниматься уголовным преступлением. Сотруднику патрульно-постовой службы пытались дать взятку 2000 рублей. Нижнекамка, находясь в стационарном пункте полиции в поселке Красный Ключ, хотела уговорить сотрудника полиции не составлять на ее мужа протокол. Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ситуация такая, что гражданин задержали. Он вообще у нас с Узбекистана сам без паспорта оказался, без документов. После задержания он позвонил своей супруге, которая, соответственно, приехала разобраться, поговорить за него. Соответственно, она предложила взятку сотруднику патрульно-постовой службы. Чего только не приносит в специальный отдел полиции. Это и винтовку, которую использовали еще ковбои, и даже редкое ружье с барабаном, как у револьвера. Всего же на руках у нижнекамцев сейчас порядка 4000 единиц оружия. Они, конечно, особо ничем не примечательны. Но полицейским это не важно. Все, что стреляет, они должны контролировать. Как обстоят дела в лицензионно-разрешительной службе. Далее. Среди владельцев оружия есть негласные приметы. Если из ружья было совершено самоубийство, то его ни в коем случае нельзя продавать и даже хранить. Его нужно уничтожить. Следуя этому поверью, Нижнекамске пять лет назад было сдано на утилизацию одно ружье. Остальные стволы приносили и продолжают приносить из-за их ветхости или за ненадобностью. Добровольное уничтожение приносит довольно-таки часто. За прошлый год 246 единиц огнестрельного оружия, 136 единиц только газового оружия самообороны. Я не считаю еще сигнальные пистолеты и пневматическое оружие. Другая поговорка гласит, если новое ружье не обмыть, то оно обязательно разбухнет, то есть придет негодность. Примета спорная, так как алкоголь и оружие несовместимы. Несколько человек в прошлом году уже были оштрафованы за пользование ружьями в нетрезвом виде. Также коллекция разрешительной лицензионной службы пополняется изъятыми огнестрелами за их неправильное хранение. В прошлом году конфисковали 486 ружей, автоматов и пистолетов. Элементарные нарушения. Сейф не прикреплен к стене, допустим. Или оружие не разобрано или с патроном в патроннике осталось. Или оружие. Люди приходят, он с охоты уставший, скажем так, уставший в кавычках. Ствол закинул под диван. Вот вам нарушение. Оно же должно быть расчехлено, разобрано, почищено и выдверено в сейф. Сейф должен быть закрыт, ключи должны быть прятаны. Всего же у гражданского населения на руках находится около 4000 единиц оружия, из которых 106 нарезных, остальные глыкоствольные. Еще около 300 единиц огнестрельного служебного оружия. Все они стоят на учете. Но если полицейские обнаружат незарегистрированные стволы, то придется отвечать по закону. Так что если у кого-то имеется такое оружие, проще добровольно его сдать. Тем более за это предусмотрено денежное вознаграждение. Стало больше на себя брать. Грузоподъемность переправы «Красный ключ Синтяк» выросла до 3,5 тонн. Разрешение на переезд автомашин с таким грузом дала сегодня специальная комиссия, приехавшая к нам из Казани. Сотрудники ГИМСа проверили состояние и толщину льда, состояние съездов и подъемов на переправе. Также заглянули в документацию, проверили дорожные знаки. Уже после было принято единогласное решение о том, что с сегодняшнего дня грузоподъемность машин, которым разрешается проезжать по этой переправе, может составлять 3,5 тонны. У нас в окрестностях Межикамска по состоянию на сегодняшних условиях, на 21-е, работают две ледовые переправы. Это на село Соколка, на селеный пункт Новозакабе, через реку Кама. На этой переправе грузоподъемность полторы тонны. До сегодняшнего дня на переправе, которая осматривалась сегодня, грузоподъемность была 2,5 тонны. И вот с 21-го числа увеличена грузоподъемность до 3,5 тонны. Руководители управляющих компаний будут сдавать экзамены для получения бессрочной лицензии. Этот документ будет выдаваться специальной комиссией, которая создается в Татарстане на базе Минстроя. Аттестацию пройдут по два сотрудника компании. Для этого они должны иметь необходимую квалификацию и отсутствие непогашенной судимости, аннулированной лицензии или дисквалификации. А сама компания должна быть зарегистрирована на территории России. В Нижнекамске работает 15 управляющих компаний. О грядущей аттестации здесь уже слышали, но пока руководители ждут исказания документа, где будет представлен список состава комиссий. Что касается ТСЖ, то они под лицензирование не попадают. Детская инфекционная больница обновилась до неузнаваемости. Преобразился не только внешний облик больницы, но и внутренние помещения, которые теперь по своей комфортности больше напоминают санаторий, нежели больницу. С первыми пациентами побеседовала Алина Ахметова. Главный врач детской городской больницы Рамиль Хамедуллин ведет нас по коридору и знакомит с обновленной инфекционкой. Она претерпела кардинальные изменения. Создается впечатление, что здесь не ремонт прошел, а вместо старого здания построили новое. Помещения должны своим дизайном, во-первых, поддерживать хорошее настроение, во-вторых, оно должно быть удобно и комфортно. То есть человек, оказавшись в чужих стенах, не должен чувствовать себя здесь заброшенным, закрытым, тем более отделение инфекционного особого режима, то есть постоянно в палатах, без выходов в коридоры. Поэтому основная задача была создать удобство и комфорт. Одни из первых пациентов от ремонтированного отделения Ирина Апанасова, ее дочка. У малышки отравление и высокая температура. Несмотря на сложное состояние, и маме, и дочке здесь нравится. Очень нравится, очень комфортно, удобно. Хороший медперсонал. В больнице созданы все условия, чтобы пациенты чувствовали себя как дома. В каждой палате оборудована кнопкой вызова медперсонала, есть электрический чайник, микроволновка и холодильник. Над каждой кроватью ночники. Раньше детям приходилось очень скучать. Выход нашли. Стены в коридорах украсили яркими рисунками. Можно смотреть телевизор. Быстрее, все вместе. Стирка белья теперь тоже не проблема. Машинку установили в каждую палату. Питание больные получают через специальные окошки. Приемный покой также претерпел изменения. Его разделили на два бокса. После каждого приема пациента эти боксы обрабатываются. Если сначала сюда входят больными, то уже из этих дверей выходят абсолютно здоровыми. Система видеонаблюдения, палата для инвалидов, создается впечатление, словно это европейская клиника. В ближайшем будущем здесь появятся и другие новинки. Например, электрические сушилки для белья. Алина Ахметова, Евгений Лузаев, Новости НТР. Теперь в Нижнекаминске есть лучший детский сад России. Такое звание получило детское дошкольное учреждение под веселым названием «Витаминка». Сюда ходят дети с нарушением зрения. Чем секрет успеха узнавала Наталья Платонова. Вот вы говорите вместе, слоник и зайчик. Что ты ему скажешь? 70-й детский сад «Витаминка» – это маленький дворец. Его посещают дети, у которых проблемы со зрением. Этот садик особенный, ведь ребят здесь не просто воспитывают, а еще и оздоравливают. Разливаются глазки, и мы там гуляем. У нас там проводятся интересные занятия, и мы играем с новыми ребятками. Дошкольное учреждение необычно еще и потому, что с детьми ведется разноплановая работа. Например, воспитатель Ольга Николаевна ставит с ребятами театральные постановки. В наш детский сад ходят дети с патологиями зрения. И поэтому я провожу кружки по театрозованной деятельности. Они очень помогают нашим детям. Также на базе детского сада есть своя гордость. Центр коррекции зрения. Его ребята посещают с удовольствием. Такой аппарат. Засовываешь вот такие картинки, на аппарат садишься под бородочек, и вот так там картинки там мигают. Эффективность за 2014 год составила 79,6%. Это по остроте зрения и по диавиации, то есть по согласию, 51,2%. В 2014 году выпустили в школу 37 детей. При поступлении в детский сад со 100% зрением были только двое детей. При выпуске же со 100% зрением ушли 19 детей. В центре используют только современные технологии. Есть здесь комната релаксации, где дошколята могут расслабиться и помечтать. Интерьер детского сада специально оформлен в теплых тонах, а также имеются зрительные ориентиры на дверных проемах и на полу. Все педагоги центра имеют различные награды и грамоты. Большинство из них регулярно публикуют авторские методические разработки. Это и по дополнительным образовательным услугам, по логопедии, по дефектологии. Также у нас есть и по правилам дорожного движения, по наблюдениям на прогулке. Это разные разработки. Эти заслуги не остались незамеченными. Нижнекамский 70-й детский сад оценили на российском уровне. Он стал лучшим дошкольным учреждением России. Ему вручили золотую медаль, диплом, а руководителя отметили почетным знаком заведующей года 2014. В нашем дошкольном учреждении для наших детей, родителей, коллектива созданы все условия. И мне хочется от всей души поздравить свой коллектив, родителей с такой большой наградой и пожелать им процветания и дальнейших успехов в работе. Сейчас витаминки 160 воспитанников. Все они приходят в садик с радостью. Ведь здесь не только весело играть, но, что немаловажно, весело лечиться. Наталья Платонова, Максим Липин, Новости НТР. Далее вас ждет спортивный обзор Вадима Струйминского и новости на татарском языке. Я с вами прощаюсь. Завтра первый выпуск новостей, как всегда, выйдет в 10 часов утра. До встречи. Сегодня в новостях спорта. 21 медаль различного достоинства. Денежнекамские каратисты добились такого успеха. Хоккеисты нефтехимика продлили серию побед. Об этом и не только сразу после рекламы. Служба заказа «Такси Максим». 33-33-33. Пора ехать. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. Сауна-бильярд «Караоке» Мурадяна 4-8917-888-1717. Нижнекамский сварочно-монтажный колледж продолжает набор на вечерние курсы по следующим профессиям. Водитель автомобиля категории «Б» – электрогазосварщик, газорезчик, монтажник технологических трубопроводов, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, повар-кондитер 36-84-45. Пуховики и куртки для зимы и осени стильные и практичные для девушек и бабушек. Запоминайте адрес торговый центр «Березка», первый этаж, павильон 111, доступные цены, сезонные скидки. Внимание! Турагентство «Вэлл» снижает курс валют. Успей забронировать тур отношников 13 по старому курсу 8-987-238-33-33. Количество туров ограничено. Краткий обзор главных спортивных событий Нижнекамска прямо сейчас на телеканале НТР. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд. Во втором матче выездной серии наша команда встречалась с хоккейным клубом «Сочи». Нижнекамцы первыми открыли счет, но противники сравняли его, а затем вырвались вперед. Но, к счастью для «Нефтехимика», Александр Евсеенков за 7 минут до конца матча забил вторую шайбу в ворота сочинцев и перевел игру в овертайм. Победителя удалось выявить только в серии после матчевых буллитов. Сильнее оказались нижнекамские хоккеисты. Победную точку поставил Андрей Мнихович. Итоговый счет 3-2 в пользу «Нефтехимика». После этой виктории в активе «Сине-Белых» стало 53 очка. Урожай медалей. В поселке городского типа Васильево прошло первенство Татарстана. По восточному боевому единоборству «Каратесиотокан». В турнире приняли участие 5 команд, которые представляли разные города республики. Также участвовала сборная «Чувашия». Всего было заявлено 206 спортсменов. Наш город представляли воспитанники Федерации восточного боевого единоборства «Нижнекамска». В общекомандном зачете нижнекамцы стали первыми. В личных зачетах наши спортсмены завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Городская футбольная лига отправилась на недельный перерыв. Связано это с окончанием первого круга открытого первенства «Нижнекамска» по мини-футболу. На своих экранах вы видите положение дел после первой части чемпионата. По-прежнему на первой строчке футболисты команды «Кондор». Благодаря победе в матче восьмого тура клуб «Яшлег» поднялся на вторую позицию. Тройку лидеров замыкает полимер. Явного аутсайдера сейчас нет. В группе отстающих сразу несколько коллективов. Игры открытого первенства возобновятся через неделю. От футбола к хоккею юниоры «Нефтехимика» продолжают борьбу за первую строчку турнирной таблицы дивизиона по Волжье юниорской хоккейной лиги. В прошедшем игровом туре нижнекамцы добились крупных побед над «Алмазом». Если вторая встреча завершилась со счетом 6-2 в пользу синебелых, то в первой игре наши юниоры и вовсе разгромили соперников с 16-1. Уверенные победы позволили не только сократить отставание от «Олимпии», но и потенциально выйти вперед. У «Нефтехимика» две игры в запасе. Следующим соперником наших юниоров станут сверстники из Ижевска. Матч пройдет в Нижнекамске в эти выходные. В «Дружбе» завершилось первенство Нижнекамск-Нефтехима по баскетболу среди первой группы второй лиги. Участвовало 6 команд. По итогам соревнований победу одержал завод ДБ и УВС. Таким образом, баскетболисты этой команды обеспечили себе выход в первую лигу на следующий год. И еще одна новость из спортивной жизни предприятия. Завтра в бильярдном клубе «Шар» стартует большой турнир по снукеру на кубок Нижнекамск-Нефтехима. Соберутся сильнейшие спортсмены из различных городов России, которые будут бороться за право стать победителем престижного турнира. Но звездными будут не только участники. Главный судья состязаний и легенды спортивной журналистики, комментатор телеканала «Евроспорт» Владимир Синицын. Торжественное открытие соревнований завтра в 11 утра. В Рыбинске пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. На домашнем для себя этапе выступят представители основного мужского и женского состава, а также национальная группа. По сообщению сайта Федерации лыжных гонок России в состав национальной группы вошла воспитанница спортивного клуба «Нефтехимик» мастер спорта международного класса Диляра Соберзянова. Она выступит в гонке на 10 километров вольным стилем. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды и новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова